В чем различие между субсидиарной и солидарной ответственностью? Солидарная ответственность возникает при неделимости предмета обязательства у группы лиц. В соответствии со статьей 252 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, при солидарной ответственности кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от каждого из них по отдельности. При том, как исполнение обязательства полностью, либо в какой-либо части. Так, при солидарной ответственности все солидарные должники являются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет выполнено полностью. Это означает, что все солидарные должники равнозначны и имеют одинаковое положение. Что касается субсидиарной ответственности. Субсидиарная ответственность предусмотрена в 329 статье Гражданского кодекса и данный вид ответственности является резервным, то есть дополнительным к основной ответственности. Сам термин «субсидирус» в переводе с латыни означает «резервный». Это значит, что кредитор сначала предъявляет требования к основному должнику и при невозможности исполнения обязательства основным должником затем уже обращается к субсидиарному должнику с требованием об исполнении обязательства. Классическим примером субсидиарной ответственности является поручительство при выдаче кредита. Когда кредитор уже обратился к основному заемщику и заемщик не смог исполнить обязательства, затем уже взыскание обращается к поручителю. Продолжение следует...